МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это время новостей на МТВ. Добрый вечер. Пришло время подвести предварительные итоги дня. Я, Инна Емельянова, и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне так хотелось побыть в этом городе. Моя мечта сбылась. Я очень рада. Мне очень понравилось. Обменяться опытом и лучшими практиками. Как в Волгограде встретили педагогов из подшипного района Луганской народной республики? И какую программу подготовили для гостей? Детство без ДТП. В преддверии 1 сентября в регионе проверяют безопасность пешеходных переходов возле школ, на что обращают особое внимание. Соответственно, избирательная комиссия в дни голосования будет участвовать, взаимодействовать с общественным штабом по наблюдению за выбором все три дня голосования. 9, 10, 11 сентября. 800 общественных наблюдателей подготовят в Волгоградской области к предстоящим выборам. Какие задачи им предстоит выполнять в единый день голосования? Экономим вместе с волной. Единой проездной и дешевые пересадки. Для пассажиров городского общественного транспорта разработали еще два тарифных плана. Расскажем подробности. Сегодня региональный главк МЧС предупредил жителей области о резкой смене погоды на двигающихся грозах и граде. В некоторых районах региона пройдут ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром до 25 метров в секунду. Такие погодные условия продлятся до 19 августа. В МЧС просят волгоградцев соблюдать меры безопасности. В Волгограде находятся делегации из Луганской Народной Республики. Это свыше 40 педагогов и сотрудников учреждений культуры Станично-Луганского района. В нашем регионе гости пробудут несколько дней. В планах посещение профильных учреждений Волгоградской области, знаковых и памятных мест, знакомства с ключевыми национальными проектами, которые реализуются на территории области, а также эффективными региональными практиками. Сегодня гости из Подшефного района посетили новую школу номер 77 в Кировском районе Волгограда. Ректоры и учителя осмотрели образовательные учреждения и ознакомились с ключевыми региональными и национальными проектами. Насколько важен обмен опытом и какая мечта сбылась у одной из участниц делегации, расскажет Дарья Соловьева. Лариса Фатнева – ранее ученица, а теперь директор Станично-Луганской средней школы. В прежние времена в ее школе была традиция – собирать информацию о городах-героях. И о нашем городе-герое данные собирала именно Лариса Анатольевна. От воспоминаний у нее на глазах наворачиваются слезы. Тогда, будучи ученицей, мне так хотелось побыть в этом городе. Моя мечта сбылась. Я очень рада. Мне очень понравилось. Пройдя по школьным этажам, заглянув в кабинеты, где установлено новейшее оборудование, участники делегации высоко оценили современные подходы волгоградских учреждений в сфере образования. Когда у нас была территория Украины, наша школа принимала участие в проекте модернизации школьной столовой. И мы выиграли этот проект. Мы два года работали. И моя столовая, она одна по оборудованию на всю Луганскую область. По классам прошла. Вот сейчас вот то, что увидела, конечно, там внутри зависть есть. Потому что тоже хотелось. Парты у нас тоже регулируются. Точно так же, как у вас. Может быть, не на таком уровне, но все равно. Для обучения и организации досуговой деятельности в школе на 800 мест используется инновационное оборудование. Образовательное учреждение совсем новое. Первая линейка здесь прошла 1 сентября прошлого года. В текущем году в День знаний первых учеников примет школа «Тысячник» в соседнем Красноармейском районе. А пока храмы знаний приводят в порядок. Идет масштабная работа по реконструкции и обновлению помещений. Мы стараемся сейчас построить такие, так называемые, сетевые пары, чтобы школы Станично-Луганского района взяли себе пару, а может быть, в некую даже какую-то группу школы Волгоградской области по тем направлениям профессиональной деятельности, работы с детьми, которые им интересны и актуальны. Впереди у делегации насыщенная программа пребывания в нашем городе. Коллеги из подшефного района Луганской Народной Республики посетят модернизированные учреждения культуры в Среднеохтубинском районе, побывают на форуме молодых педагогов и педагогов-наставников, узнают об организации технопарка и первого в регионе педагогического кванториума. Видя то, что происходит в России в целом, в частности в Волгограде, мы, конечно, этому всему учимся, увидим и должны поплощать у себя Луганской Народной Республики. Все население Луганской Народной Республики, они русские, русские по духу, к чему и стремимся попасть, быть частью великой страны, великой России. Шефство над станично-луганским районом ЛНР Волгоградская область взяла в июне. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров и глава района Альберт Зинченко. В подшефном районе специалисты из Волгоградской области помогают восстанавливать объекты инфраструктуры, готовятся к учебному году и к отопительному сезону. Волгоградские врачи консультируют и оказывают помощь местным жителям. Для эффективной координации работы в ЛНР было открыто представительство нашего региона. Дарья Соловьева, Роман Седлецкий. Время новостей. Дорога к знаниям должна быть безопасной. В Волгограде в преддверии 1 сентября проверили безопасность пешеходных переходов возле школ, детских садов и других социально значимых объектов. Координатор проекта – регионально-общественная приемная председателя партии «Единая Россия». Вместе с депутатами, представителями городских профильных подразделений и ГИБДД в рейд отправилась и моя коллега Светлана Ларикова. В центре внимания – пешеходные переходы на улицах Мясникова и Академика Богомольца. Здесь всегда оживленно. В шаговой доступности сразу несколько детских садов и школ. Мало того, рядом продуктовый рынок. Уже меньше, чем через две недели по этим дорогам на уроки и с уроков будут спешить многочисленные школьники. И маршрут этот должен быть прежде всего безопасным. Необходимо нанести все разметки и установить дорожные знаки на подходах ко всем нашим школам, детским садам, социальным объектам, таким как детская поликлиника. И по поручению и заданию партии «Единая Россия» во всем регионе проводится мониторинг этих объектов. Участники мониторинга проверили наличие дорожных знаков, пешеходной разметки, опора освещения, оценили состояние искусственных неровностей. Все эти требования обязательны для дорог, которые ведут к социальным учреждениям. На подходах школах установлены знаки 521-522, позволяющие школьникам осуществлять движение по проезжей части дороги и ограничивающие движение транспорта автомобилей до 20 км в час и запрещающие сквозное движение. Это значительно обезопасит движение школьников к учебным заведениям. Старт мониторингу безопасности пешеходных переходов возле социально значимых объектов был дан на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В рабочую группу вошли активисты партпроектов «Безопасные дороги» и «Крепкая семья», представители региональных общественных организаций, городской администрации и сотрудники ГИБДД. Проведены комплексные обследования школ, в частности, отдельно застряно внимание на подъездных путях. Соответственно, мы максимально стараемся сделать, чтобы дорога в школу была безопасной. То есть, обследованы безопасные маршруты для детей, обследованы места стоянки, отстой транспорта. Соответственно, вся эта работа в случае выявления каких-то нарушений были выданы предписания. Выявленные незначительные недочеты устраняют оперативно. Там же, где работа уже выполнена, на оценку «Хорошо» участники рейда рекомендовали дотянуть до отличного результата. Масштабный мониторинг рабочая группа проводит во всех районах города. К 1 сентября инфраструктуру дорожной безопасности обновят возле 385 образовательных, социальных и других объектов. «Мы берем местные улицы, где также нет тротуаров, где пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. По периметру они обозначаются знаком «Жилая зона». И там уже, грубо говоря, и скорость 20 км в час, и пешеходы могут использовать для движения дорогу. То есть там безопасность движения будет обеспечена». Проверка показала, что большая часть работ на дорожных объектах рядом с образовательными, дошкольными и социальными учреждениями тракторозаводского района уже вышла на финишную прямую. «По итогу мониторинга многие объекты готовы, но еще есть работа. Мы уже договорились вместе с департаментом городского хозяйства о том, что у нас будет еще ночной выезд, на который мы поедем, и посмотрим, как наносится разметка на искусственные неровности и на пешеходные переходы». Сделать дорогу своего ребенка в школу безопасной может каждый неравнодушный родитель, да и простой житель города. Если вы знаете школу, детскую поликлинику и другие объекты, рядом с которыми проходят автомобильные дороги, но отсутствует пешеходный переход или дорожные знаки, нет искусственных неровностей или освещения, то можете сообщить об этом в региональную общественную приемную по адресу электронной почты, которые вы видите на экране. Светлана Ларикова, Александр Шишин. Время новостей. 800 общественных наблюдателей подготовят в Волгоградской области к предстоящим выборам. Организацию общественного наблюдения в единый день голосования 11 сентября обсудили в ходе заседания Совета общественной палаты в Волгоградской области. До 1 сентября все общественные наблюдатели пройдут специальный курс обучения. Брошюры «Памятка наблюдателей. Золотой стандарт. Главные учебники для общественников». Пакет помогает людям на выборах не растеряться, а профессионально, и это действительно так, осуществлять те полномочия, которые на них возлагаются в единый день голосования. Нам очень помогает людей вооружить знаниями, умениями, для того, чтобы помочь им выполнить ту задачу, которая будет поставлена перед ними в день голосования. В рамках подготовки к единому дню голосования общественные наблюдатели знакомятся с кодексом этики наблюдателя, правилами поведения на участках, разбирают конкретные ситуации. Их главная задача – помощь в обеспечении прозрачности и легитимности избирательной кампании. На базе общественной палаты Волгоградской области уже создан региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. В его работе также принимают участие представители политических партий, НКО, эксперты и ученые в области социологии, политологии, права и медиасреды. Общественная палата Волгоградской области и региональный избирком организуют оперативный обмен информацией о соблюдении избирательных прав граждан. Также планируется проведение совместных мероприятий по вопросам общественного наблюдения и контроля на предстоящих выборах. Избирательная комиссия направляет своих представителей для участия в обучении наблюдателей. Соответственно, избирательная комиссия в дни голосования будет участвовать, взаимодействовать с общественным штабом по наблюдению за выбором все три дня голосования – 9, 10 и 11 сентября. В единый день голосования на территории Волгоградской области пройдут дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по трем одномандатным избирательным округам – Михайловскому округу номер 3, Городищенскому округу номер 5 и Краснооктябрьскому округу номер 13, а также 82 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. На муниципальных выборах замещению подлежит 301 депутатский мандат – будут избираться 46 глав поселений. Два новых тарифных плана разработали в Волгограде для пассажиров городского общественного транспорта. Ими смогут воспользоваться обладатели карты «Волна». Нововведение поможет волгоградцам, которые часто пользуются общественным транспортом, сэкономить на проезде. Тариф «Часовой безлимитный пересадочный» рассчитан на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Первая поездка будет стоить 25 рублей, а пересадка – 10. После первой оплаты в течение двух часов можно будет совершить неограниченное количество пересадок. Благодаря тарифу 60 минут у пассажиров есть возможность в течение часа без доплаты пересаживаться на другой транспорт. Стоимость поездки составит 30 рублей. Новшеством для Волгограда станет тариф «Единый проездной» на все виды транспорта. Он позволит воспользоваться любым видом муниципального общественного транспорта без ограничений – автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость – 1800 рублей в месяц. Новые тарифы вступят в силу после утверждения Волгоградской городской думы. Более 400 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на сегодняшний день отремонтировали в Волгограде. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планах на 2022 год – комплексное обновление еще 70 дорог во всех районах города. Основные ремонтные работы уже завершены на проездах по улице Тимирязева в Советском районе, улице Новодвинской, Кунцевской в Держинском районе, а также в Кировском, Тракторозаводском и Ворошиловском. Качество выполненного обновления на дорогах в Держинском, Центральном и Ворошиловском районах проверяют специалисты. Завершается восстановление дорожного полотна в поселке Металургов на улице Карла Маркса, улице Туркменской, Кутузовской и других. Напомним, обновление дорог началось сразу после наступления благоприятных погодных условий. Подрядчик заранее организовал работы по повышению квалификации рабочих, подготовке техники, а также закупке необходимых материалов и оборудования. Ремонт дорог проводится в три этапа. Сначала рабочие снимают старый слой асфальта, далее укладывают в два слоя новое покрытие. Восстановленные дороги успешно выдерживают испытания климатом и транспортными нагрузками. Кроме обновления дорог, в этом году в Волгограде началось строительство четырех дорожных объектов в Советском районе, а также запланирован ремонт трех путепроводов в Красноармейском и Держинском районах. Приведение в нормативное состояние транспортной инфраструктуры – приоритетное направление развития Волгоградской области с 2014 года. За это время в Волгограде отремонтировано и построено свыше 430 объектов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Жаркая погода в Волгограде вносит свои коррективы в работу предприятий города. Чтобы спасти зеленые зоны и клумбы от засухи, коммунальные службы в усиленном режиме проводят полив зеленых насаждений. Специалисты увеличили часы работы системы орошения и количество водовозок для полива зеленых зон города. Для ухода за растениями в парках, скверах и прогулочных зонах в ночное время в непрерывном режиме работает автоматическая система орошения. На территориях, где отсутствует водовод, деревья и кустарники поливаются вручную при помощи водовозок. Полив растений на общественных пространствах ведется в темное время суток для того, чтобы вода испарялась медленнее и глубже проникала в почву. Из-за экстремальной жары время полива было увеличено. Автополив действует с 7 часов вечера до 9 утра. По такому графику полив ведется на бульварной зоне по проспекту имени Жукова и в парке Летчика в Держинском районе. В Краснооктябрьском районе на разделительной полосе по проспекту имени Ленина и на бульварной зоне по улице имени Титова. В Тракторозаводском районе в парке Аттракционов, в Сквере памяти и в парке Петровском в Советском районе. В Кировском районе в парке 50 лет октября. В Центральном районе на верхней террасе Центральной набережной имени 62-й армии. В Ворошиловском, в Сквере, Пахмутовой и в Сквере на площади Чекистов. На территориях, которые оснащены системой орошения, специалисты районных коммунальных служб поливают растения вручную. Для полива газона, деревьев и кустарников в каждом районе используют одну-две спецмашины. На территории Волгограда также функционирует порядка 20 фонтанов. Напомним, в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по организации работы объектов ЖКХ Волгограда в периоды наиболее высоких дневных температур. Сегодня члены делегации из Луганской народной республики посетили Среднеохтубинский район, где познакомились с работой сразу нескольких культурных площадок. Что впечатлило гостей больше всего, расскажем после прогноза погоды. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде ожидается небольшой дождь. Ветер восточный ночью 6-11 метров в секунду, днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26 градусов, днем плюс 30, плюс 32 градуса. Сегодня в Волгограде простились с заслуженным спасателем Российской Федерации Алексеем Ракшином. Проводить его в последний путь пришли не только родные и близкие, но и многочисленные сослуживцы. Они выразили глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Васильевича и назвали его уход тяжелейшей утратой для Волгоградской области. Алексей Ракшин неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах и всегда умело руководил своими подчиненными. Являлся спасателем первого класса, был награжден ведомственными знаками отличия и медалями МЧС России. Отличался беззаветным мужеством, исключительным трудолюбием и упорством в достижении поставленных целей. Был отличным семьянином, любящим отцом и любимым мужем, верным товарищем и умелым руководителем. Редакция телеканала МТВ выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Васильевича. Наши коллеги из пресс-службы ГОМЧС России по Волгоградской области подготовили клип, посвященный памяти заслуженного спасателя Российской Федерации. «Спасательная операция на самом деле была уникальная. Сложности были в том, что в результате взрывов были очень большие обрушения. На большом расстоянии практически завалы находились на потолке пятого этажа и обрушены по девятый этаж. Работать приходилось в тесненных условиях, приходилось привлекать тяжелую технику. Это и очень большие автомобильные краны для извлечения обрушенных конструкций. Ну и, соответственно, поэтому это заняло очень большое время». Призрачно все в этом мире бушующем. «Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды, что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды, что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир Вдаль летит сквозь столетия Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одним Только мигом одним Субтитры создавал DimaTorzok Счастье дано Повстречатель беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Равшим Алексей Васильевич Начальник смены Сослободского Песково-спасательного отряда Филиала Южного регионального Песково-спасательного отряда НЧС России А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом 192 жителя региона Заразились ковидом за минувшие сутки 20 из них дети Такие данные сообщает Региональный оперативный штаб Победить инфекцию смогли 11 пациентов Летальных случаев К счастью не зарегистрировано Напомню В эти дни в Волгограде Находятся делегации Из Луганской народной республики Это свыше 40 педагогов И сотрудников Учреждений культуры Подшефного Станично-Луганского района Сегодня члены делегации Посетили исторический парк «Россия. Моя история» После чего отправились в Средно-Охтубинский район Где познакомились с работой Сразу нескольких культурных площадок За круглым столом Волгоградские специалисты Сферы культуры Поделились коллегами Из Луганской народной республики Своим опытом В реализации различных проектов В числе которых Создание модельных библиотек Организация гастрольной деятельности Местных творческих коллективов С использованием автоклубов Реконструкция сельских ДК И открытие современных кинозалов В отдельных районах Очень много информации Которая нам понадобилась Мы услышали Она нам пригодится В дальнейшем эту информацию Будем использовать То есть работу Структурных подразделений Работу государственных учреждений В дальнейшем В планах у нас Также возрождение казачества Поскольку все 8 лет Она была у нас запрещена В это время Вашем крае Это наоборот развивалось Мы хотим дальше восстановить Наш огромный народный Казачий коллектив Гости из Луганской народной республики Посетили модельную библиотеку «Импульс» Где в результате модернизации В рамках проекта «Культурная среда» Нацпроекта «Культура» Создано многофункциональное Современное пространство Для взрослых и детей Теперь здесь есть Современная зона тихого чтения Коворкинг группы Йога-зал Талантливый зал И зона релаксации Для библиотеки закупили новые книги Оснастили помещение Высокотехнологичным оборудованием Модельная библиотека Стала центром притяжения Как для детей Так и для взрослых Эта командировка Дала очень многое Очень Я вот повезу своей Девочке из библиотеки Ане Вот это все Это вообще шикарно Шикарно Наши библиотеки Далеки от этого Но я надеюсь, конечно Что все это впереди С поддержкой Волгоградцев Очень в этом году Мы очень много привлекли детей Также сотрудники Сферы культуры Из ЛНР Познакомились с работой Краснослободского Городского культурно-досугового центра Остров После капитального ремонта Он был оснащен Современным цифровым кинооборудованием Которое удалось закупить В рамках федеральной программы Фонда кино Гости увидели и работу Среднеоктубинского Межпоселенческого Культурно-досугового центра Юбилейный И как работает автоклуб Полученный в рамках Нацпроекта Культура Нам действительно не хватает Автоклубов Потому что Мы работаем на публику И публику разных возрастов И очень хочется Чтобы и наши Прадеды Прародители Тоже Как-то Задействовать их Как-то Организовать их досуг Уже сейчас В Луганске ведется Активная поддержка По обновлению Материально-технической базы На места направлены Специалисты Из разных подразделений Чтобы 1 сентября Школы и учреждения Дополнительного образования Смогли принять детей Для того, чтобы помочь Коллегам В этот тяжелый период Быстро Что называется Встать на крыло Вот мы их пригласили сюда На базе Как раз Среднеоктубинского района Именно района Не каких-то Наших Волгоградских Таких Областных Центральных Школ А именно района Делимся Теми наработками Делимся Теми методиками Делимся Теми инструментами Которые им сейчас Помогут В завершении Гости из станично-луганского района Луганской народной республики Посетили уникальный Этнический парк-музей Русской сказки Имени Александра Сергеевича Пушкина И озеро Лотосов Впереди программа Не менее насыщенная Участники делегации Посетят музей Панораму Сталинградская битва Музей Машкова Областной кривический музей Планетарий Областную библиотеку Имени Горького Регина Федина Виталий Грищенко Время новостей Волгоград возвращается В вспомогательный маршрут Номер 31К В чем польза и вред холестерина И что стало причиной Черного дыма Над Мамаевым курганом Какие еще публикации Сегодня оказались В списке самых читаемых На портале МТВ.онлайн Добраться быстро и с комфортом В дни проведения фестиваля Ультра 100 Волгоград и Волжский Свяжут дополнительные электрички Подробное расписание Пригородных поездов Ищите на МТВ.онлайн 9 сентября В аэропорту Волгограда Пройдет фестиваль Живой музыки Чем удивит Indian Summer Fest И какие группы Выступят для волгоградцев Ищите программу На нашем портале Так ли страшен Черт Как его молюют Специалисты Регуправления Роспотребнадзора Рассказали о пользе И вреде холестерина В Волгоград Возвращается Вспомогательный маршрут Номер 31К Причем оплатить проезд Можно будет Как наличными Так и картой Обслуживанием направления Займется новый перевозчик Все подробности На нашем сайте Посетить крестьянскую избу И отпраздновать Триспаса Необычная программа От музея-заповедника Старая Сарепта Чем будут удивлять гостей? Читайте также Что стало причиной Черного дыма Над Мамаевым курганом Тайны надкусанного яблока Вместе со специалистами Разбираемся В новеньких гаджетах И сколько времени Понадобится Чтобы расчистить озеро В Волго-Ахтубинской пойме Об этом и не только Читайте на мтв.онлайн А воспитанники Оздоровительного лагеря Орленок Наслаждаются Последней летней сменой Под названием Ла-Ла Ленд Юные орлята Путешествуют По удивительным виражам Мира искусства И творчества Каждый ребенок Сможет примерить На себя Самые разные роли Актера театра Режиссера Музыканта Или кинозвезды Начиная от театра Заканчивая Современной хореографией Ораторское мастерство Основы театрального грима Вокальное направление Стретчинг Спортивное искусство И все за 21 день В детском лагере Участников смены Ла-Ла Ленд Ждет поистине Насыщенная программа Главная задача Развитие у ребят Творческого потенциала И лидерских способностей А также получение Новых навыков В каждом из Представленных направлений С помощью игры Дети и подростки Погрузятся в мир Идей и творчества Которое потребует И стандартного мышления Гибкости ума И творческого подхода К решению задач За первые дни смены Ребята уже успели Поставить целый спектакль В Золушку Где продемонстрировали Все, чему успели научиться Родители ребят И все желающие Могли увидеть Прямую трансляцию Постановки В телеграм-канале Орленка Встречали Нас танцоры Мир, который рисуют дети Выставка под таким названием Открылась в Волгоградской областной библиотеке Имени Горького В одной экспозиции Собраны графические работы Живопись и фотографии Все они посвящены Памяти жертв бомбардировок Повседневная жизнь Природа и города После бомбежек Экспозиция интересна тем Что показывает трагедию Не только со взрослой точки зрения Но и через призму Детского мировоззрения Поражает на самом деле Многообразие работ То, насколько тонко и четко Дети отобразили Происходящие события И то, что они в целом Имеют представление О мировой истории Выставка «Мир, который рисуют дети» Приурочена сразу к двум датам 6 августа Когда на Хиросиму Была сброшена атомная бомба И 23 августа Когда Сталинград Подвергся первой массированной Бомбардировке Она буквально сравняла Наш город с землей Главная цель экспозиции Хранить память О тяжелейших событиях В истории городов-побратимов Идея создания Такой выставки Возникла у нас Еще в прошлом году В августе прошлого года Мы выступили С такой инициативой Я имею в виду Библиотека имени Горького И преподаватели И учащиеся детских школ Волгограда Поддержали нас Этой замечательной инициативой Поэтому сейчас вы можете видеть И фотографии И художественные работы И графику Детей и преподавателей Художественных школ Многие участники Не стали изображать Ужасные события А постарались передать Повседневные будни людей Которых еще не настигла Трагедия А также период Возрождения городов Например Восстановление улицы Мира Центральной набережной И других объектов Мне очень понравилась Эта выставка Я зашла И сразу Мне привлекли работы На которых изображен Наш город Волгоград Основные такие места Это Мамаев Курган Улицы Мира Также я узнала Что у нас есть Замечательный город Бобратим Японский город Хиросима И что нас так много связывает Интересно Что города Бобратима Связывает и тот факт Что они были основаны В один год 1589 А в этом году Дружеские отношения Хиросимы и Волгограда Отмечают полувековой юбилей Помимо художественных работ В экспозиции Также представлены документы Фотографии И периодические издания Из фондов библиотеки Связанные с трагическими событиями В Японии 1945 Очень интересные статьи Предлагает у нас Вот этот журнал Который говорит О русских жертвах Хиросимы Дело в том Что в тот момент В Хиросиме было достаточно Много иностранных жителей Из других городов И в момент Когда произошла эта трагедия Они были эвакуированы В город Кобе Это один из городов Который вмещал в себя Тогда очень многих Иностранных переселенцев Посмотреть на детские работы Посвященные взрослой теме А также изучить Исторические документы Посвященные страшным датам В библиотеке имени Максима Горького Можно до 18 сентября Максим Черпак Рубантальский Время новостей Не забывайте посещать Наши официальные страницы В социальных сетях Делитесь собственным мнением В комментариях С подробной лентой новостей Можно познакомиться На информационном портале ТВ.онлайн Полная коллекция видео На рутюб.ру Не пропустите Главное Подписывайтесь на наш канал Я Инна Емельянова Желаю вам хорошего Завершения дня Вместе с МТВ Увидимся завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова